Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте как бывшему западному брату обратиться по делу. У Геннадия Балашова в Киеве случились неприятности. На данный момент у него арестовано имущество. Его посадили в СИЗО на несколько месяцев. Есть некий черняк, известный продавец водки, жлоб-совок, патриот УССР. У СССР. У чего? А, ну, Украинский. У СССР. У СССР. У Украинский СССР. Некоторое время назад у него случился конфликт с Балашовым, что казалось простой бытовухой. Позже это переросло в окаменелую личную неприязнь у двоих, и Балашов начал того поливать грязью на своем канале, хотя часто и по делу. После началась серия преследований Балашова органами, официально называющимися правоохранительными. Не смог вылететь с супругой за границу. Якобы он ей не платил алименты. Начали открываться дела. Было уже семь. Вызовы в суды и на допросы. Складывается впечатление, что кто-то платит, в зависимости от времени, проведенного Геннадия. Антош, это очень много. В чем, собственно, вопрос? К Балашову, как и к любому любителю, не помолчать публично могут быть вопросы. Но это беспредел. А он редкий адвокат среди деятелей у нас. Евгений, пожалуйста, помогите по возможности повлиять на эту неприятную ситуацию. Также интересно было бы узнать ваше мнение о самом Балашове. Все, сократил. Ну, да. Видите ли, во-первых, это, конечно, для ответа на этот вопрос. Проблема источника, потому что, чтобы проанализировать, выискарить мнение, необходимо действительно хорошо знать тему любую. А в данном случае я очень фрагментарно понимаю этот предмет. И я помню Геннадия Балашова в начале крымских событий какие-то, его действия, новости, связанные с ним. И потом вот где-то последний месяц мне пару раз присылали ссылки на его ролики как раз, где там он что-то рассказывал про эти преследования и так далее, и так далее. То есть, ну, это очень фрагментарно с колоссальным, так сказать, вот таким пробелом. Это первое. Второе, что так или иначе я могу сказать. Конечно, даже не вникая в ситуацию, мне очевидно, что есть момент неадекватного преследования, по всей видимости, ангажированного, мотивированного. Почему так происходит? Помимо там у всех могут быть там враги, кому-то перешел в дорогу, скорее всего, это понятно. Но, ну, хорошо, перешел в дорогу, но если государственная машина за взятку или без взятки или по звонку администрации президента то или наше и так далее, преследует и так далее, это уже страна конченная. Я могу сказать честно, поскольку Украина не воспользовалась шансами последних лет, не поменяла настройки, не изменилась, не захотела пойти действительно по новому пути, не послушала меня, вместо модернизации здравого смысла орали про патриотизм, бегали попы, бегали с попами, игры в религию, кричали про величие, хотя вообще страны-то нет никакой, а величие, как и у нас, здесь все растащено, кричат про величие, вот как зеркало, да? И кричат, что ой, как мы отличаемся, где отличие? Как у нас-то есть ресурсы, деньги, а там нет? Вот это отличие, да. И поскольку вот это все произошло, и архаизация, и поэтому хуторство, конечно же, коррупция, конечно, государства нет, и, соответственно, суды, здесь суды под администрацией президента, там суды под олигархами, ну, наверное, тоже под администрацией отчасти. То есть это конченая. Украина сегодня, эта страна действительно, ну, без без будущего, без перспектив, если не, ну, как, все же можно делать хорошо, но можно, но они хотят, вы же не хотите делать. Я повторяю, вы не хотите делать, как я предлагал, я очень конкретно говорил. Я очень хотел, чтобы вы казались блестящими, успешными по сравнению с плохой, значит, с путинским режимом. Вот, чтобы была альтернатива, вы не захотели, вы решили копировать Путина. То есть, игры в патриотизм, крики, игры в крики в величие, там великая Украина, здесь великая Россия, Игричи с православием и прочее, прочее. Умудрились, я говорю, не избирайте Зеленского, потому что это хриплая убогая крыса, это стыд, срам и позор. Ну, Украина, ладно, там не Эйнштейна, но, по крайней это такие парни и такие девчонки, есть вот это хриплое убожество. Просто, ну, это, есть вещи невозможные. Ну, просто, знаешь, туда-сюда, она есть невозможная. И ясно, что Украина в данной ситуации, если ничего не менять, если менять, да. Но вы же не хотите менять, значит, пока без будущего. И вот Балашов, который очень, как мне, я повторяю, это проблема источника. Я не знаю нормальной темы Балашова, чтобы высказывать свое, ну, вот такое уверенное мнение. Я сейчас предположение высказываю из того, что я видел лет семь назад пару роликов и сейчас пару роликов. Вот все, ну, вот из этого, как вот, как просят впечатление по фото. Оригинальный, яркий, гиперартистичный, несыгранный актер, ему нужно было бы играть где-то в театре, а это нищета. И он поэтому стал заниматься бизнесом, но не доиграл. Поэтому играет в жизни. Но, понимаете, ну, многие играют в жизни, я тоже играю в жизни, но надо понимать, чтобы это было психически здорово, чтобы не переходить грань. Это очень важно. А в последних, вот то, что мне присылали, я вижу, в общем-то, пожилого человека, я не знаю, может, ему лет 60, я не знаю, сколько ему лет, но может, лет 60, примерно, да. И человека, который так истерично молодится и такие делает образы, которые на грани не столько артистизма, сколько вот психических проблем, да. Вот эта грань, она не редкая, это не болезнь, это грань, но ее нельзя переходить. Ну, нельзя ее переходить. Ну, нужно, да, это тоже мастерство балансировать. И есть принципиальность, и ради принципиальности вы идете на рожон. Это хорошо, достойно. И есть, когда вы идете на рожон просто, вот, потому что у вас этого требует гормональный статус, или глупость, или умность, не важно, что вот идете. Мне кажется, что он часто идет, повторяю, что это я из нескольких минут сделал психологический какой-то вывод, да, на рожон просто так, вот что-то, он его несет. Мне кажется, это нехорошо, когда человека несет. Все-таки более осмысленно должно быть. Дальше. Нужно понять жанр. Если вы занимаетесь политикой, то это один жанр. Если вы занимаетесь, ну, бизнесом, с уклоном в самопиар, ничего в этом плохого нет. И в самопиаре, и в, ну, я не знаю, в таком, как бы вот, в возвеличивании, может быть, даже себя, или внедрении себя в массовое сознание, нет ничего плохого, если это, ну, что-то хорошее, дельное, умное, полезное, на основе, если есть талант, у человека это вообще очень здорово. Это просто хорошо. И это могут завидовать только бездарности. Но ведь он, как мне представляется, он же делал партию вот эту, 5-10 или что-то, и если вы идете в политику, тем более в провинциальной стране отсталой, дикой в России, Украина, дикой отсталой страны провинциальной, то надо понимать, что такое политика. Значит, тогда надо не выеживаться, простите, да, я сейчас говорю простонародным языком, а надо по правилам политики, что такое, значит, надо врать, значит, надо льстить ублюдочному населению. Ну, врать, вы великие, ну, просто великие, это не надо объяснять, почему, просто великие, да. И язык, я помню, что, значит, недавно он защищал русский язык, значит, на Украине, да, это очень достойно, молодец, принципиально, ну, минуточку, если вы занимаетесь политикой, да, значит, надо рассчитать, какие и куда, и кричать тоже, вот, да, это хуторской, но мы на этом хуторском долетим до Луны и так далее. Или наоборот, но тогда надо было, надо было тогда идти не бороться с Путиным, а поддерживать. То есть, или туда, или сюда, вы понимаете? То есть, можно занимать позицию честную, это одно. Можно в провинциальной стране играть в политику, это другое. В политику как играть? Там дальше опять идет развилка, учитывая ситуацию в стране, потому что она не может быть самостоятельной пока, да. То есть, нужно выбрать жанр и путь. Когда жанр и путь не выбран, вот как меня спрашивают по развитию личности, я могу здесь тоже дать какие-то совет, но уже поздно, когда нет, не выбрано, тогда происходит, конечно, проблема, абсолютно объективная. И я повторю, из того, что мне импонирует в нем, да, опять-таки из того, что я мало видел, смелость такая, ну да, вот смелость, я люблю смелых людей, очень бойкая такая речь, аргументированная, западная в целом, ну, ясно, некая провинциальность, но в целом западная эстетика. не хуторская. И мне кажется, по-моему, я слышал фразу, что вот он не заквасной патриотизм, да, он все-таки такой как-то над этими национальными комплексами. Это очень хорошо. Но с другой стороны, вот это какое-то желание влезть и туда, и сюда в историю, и идти на рожон, где-то надо идти на рожон, сколько я хожу, больше никто не ходит, да, но не просто же так, надо же какой-то конкретной целью идти на рожон, иначе уже что-то... Поэтому... И какой-то последний ролик мне прислали, я смотрел минуты две, но он так, и прическа, и какая-то наколка, пожилой человек. Ну, не надо неправильно молодиться, это всегда ошибочно, это всегда ведет к каким-то глупым еще и действиям, понимаете, дополнительным. То есть вот так, вместе с тем, ну, что мы обсуждаем? Конечно, мне представить, что не надо его преследовать, ну, женщине не надо, ну, много чего плохого в жизни не надо делать, да, не надо преследовать, да, и надо отпустить, но это же как-то украинцы, вы же там, вот, у вас великая страна, вы как бы вот должны быть единые против внешнего врага, а где ваше единство? Нет никакой сегодня единой Украины, нет вашего единства, на ваших глазах уничтожает вашего гражданина, согражданина, вы терпите. Это же тоже плевок вам в лицо, вы терпите это. Где же ваша великая Украина? Тогда помогите вашему, ну, человеку вашему, помогите. Надо отстоять, но вы же ничего для этого не делаете. И его эти очень, мне кажется, западные идеи непопулярны, потому что страна-то провинциальная, хуторская. Опять-таки, я точно не знаю, но мне кажется, он говорил, там, снижать налоги, отказаться от многих налогов, а быдлу же это не объяснить. В школе налоги? Это когда ты заработал сначала, чтобы заплатить налоги, ну, уже заработать. А быдло не хочет работать. Вот когда вы будете говорить, что вы будете получать что-то, ну, как перед выборами по десятке раздали быдлу, получать. Надо так же говорить политику, что мы раздадим, как в Древнем Риме, деньги раздадим. Вот это, если вы занимаетесь политикой. Ну, это пути и методы. Ну, это вот, это как вокал. Мы сейчас говорили про вокал. Но есть же методика, есть же техника. Точка опоры, дыхание. Воча на ля кроча, да, как говорят итальянцы, когда же действительно вы используете и резонаторы так, и так, и как хотите, да, и добавляете грудь, здесь голова звучит, грудно резона. Техника. Так и в политике. У художников, понимаете, это... Вот. У художников, то есть, понимаете, здесь лессировка, здесь так, и здесь тоже лессировка должна быть. Поэтому здесь повлиять, я не знаю, вот сейчас ты сказал, я, конечно, подумаю, но я, во-первых, я не очень представляю, что происходит, действительно. Хотя я прекрасно понимаю, что происходит беспредел. Да, вот. И помогать можно человеку, который очень хочет, чтобы ему помогли. А я не думаю, что это для него самое важное, для Валашова. Мне кажется, что, к сожалению, для него вот этот вот... Даже неправильное слово «выпендрёв». Не знаю, как сказать, но очень вот это... Показаться и нарваться даже на проблему, мне кажется, больше, чем решить её. А это ошибочный путь. Ну, вот здесь это момент эмоционально-психологический. Но плохо, конечно, что такой западный человек вот на Украине так... с такими проблемами существует. Вот. При этом я повторяю, ну, надо... Для ответа на такие вопросы надо больше знать, а всё-таки это не такой сюжет, как про Черчилль, который вот... надо обязательно знать, да? Спасибо за субтитры. Спасибо. Продолжение следует...